Всем привет и как ваши дела? Надеюсь, у всех все хорошо. На днях я ездила на блогерскую вечеринку, которая проводилась в городе Хайфа. И в этом видео я хочу показать, как это было. На вечеринке были представлены начинающие блогеры, ведущие блогеры русскоязычного Израиля. И пообщаться с ними было очень приятно. Время пролетело незаметно. Поэтому вначале смотрим, а в конце я поделюсь своими впечатлениями от этого мероприятия. Приятного просмотра! Посмотрите, какая за мной красота! Я много-много лет ни разу к ней не встречался. Привет! Как неожиданно! Привет! В общем, наверное, вы уже поняли, что я приехала на блогерскую тусовку, потому что я тут ловлю знакомые лица. Да! Наконец-то, наконец-то русскоязычные блогеры организовались и сделали встречу блогеров. И я приехала в Хайфу, чтобы посмотреть и вам показать, пообщаться с знакомыми лицами для меня и, думаю, для вас. И зацените мои сережки. Да-да, в патриотическом стиле. Потому что говорить мы сегодня здесь будем также о Израиле, о информационной войне. Я, конечно, постараюсь вам что-то снять, но хочу также и отдохнуть на этой интересной вечеринке. Там людей не отвлечешь, потому что я как раз вышел, чтобы объявить дегустацию роллов. Кто Дениску узнал? Вы партнера Ям Ям Хайпа, поэтому если кто-то... Сейчас, сейчас, люди... Вы занимайте места, там люди сейчас с улицы ринутся, там весь отар сейчас сбежатся. Поэтому всем приятного аппетита. Попробуйте шикарные роллы от Ям Ям Хайпа и, конечно же, берите ВКонтакте, я не знаю, заказывайте. Очень вкусные броды. Вечеринка проходит во дворике, как они называют это место, Студио 5 на Адаре. И помимо того, что будет происходить внутри, на улице также есть выставка. Многие, в основном репатрианты, представляют свою продукцию, которую они продают, изготавливают. Много ручной работы. Вот, например, девушка Варвара. Она три года назад приехала из Новосибирска и занимается здесь своим любимым делом. Это её изделия прекрасные, которые она делает. Варвара живёт в Кириат Моцкине. Есть мастерская, можно прийти и смастерить своё собственное украшение по желаемому дизайну. Вау, это круто. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это Велкам Дрин Шамукусик А вот главная у нас Арина. Она в штабе блогеров по Израилю, которая ведёт информационную войну. А этого парня, возможно, узнают некоторые украинцы. Он участвовал в каком-то музыкальном шоу в Украине. То ли Украина, Моя Талант, то ли Голос Украина. Вот как зовут парня. Евгений Клебанов, участник шоу «Голос». Очень красиво поёт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас покажу то, что меня очень-очень удивило. А нам говорили, что это вечеринка блогеров. А тут оказывается 18+. А как вас зовут? Мила, очень приятно. Мила, это ваш бизнес? Да. А что сподвигло вас заняться именно таким бизнесом? Мне показалось, что это очень круто, интересно вообще, как оно выглядит. Я очень много занимаюсь сексообразованием, уже 20 лет. Вы сексолог? Нет, я не сексолог, я занимаюсь сексообразованием, это не наше другое. Ого, ребята! Я занимаюсь много абортами, и у меня очень приятные. Я решила, как делать что-то интересное. Вот мне мужик Клубизнесс, и вот я этим занимаюсь. Подождите, это вы изготавливаете, Саня? Мы завозим в Израиль, мы завозим в Израиль, все, что вы видите здесь, мы завозим. Мы работаем также с гинекологами, с физиотерапистами, которые... Физиотерапия. И что еще? Мы помогаем людям, которые у них проблемы тоже. Наладить личную жизнь. Здесь очень много женщин, которые у них больно заниматься сексом и так далее, и есть много вибраторов, которые помогают. И женщин, которые 60-70 лет тоже, у них есть какие-то проблемы, у них есть... Ухо, странно, я правильно говорю? Есть многие женщины, которым там за 50-е, они уже на эту тему боятся вообще говорить. Какой секс, о чем вы? Да, потому что страшно, говорят, мне больно, зачем мне это надо. Но есть очень много вещей, которые сейчас модно, которые сейчас можно сделать, использовать, чтобы женщинам было приятнее и комфортнее. В общем, женщины, чувствуйте себя женщиной, неважно, сколько вам лет. Вот для вас есть тут все. Можно? Давай. Я такого еще не видела. Готова? Готова, конечно. Привет! Да уж, немножко пошловато, но это же, да, ваш личный психолог. Не отвечают и не огрызают. Вот, пожалуйста, вам больше не надо искать секс-шоп, вы можете зайти на сайт. Милы, да, и есть скидка, и ты потом напиши скидку. Найти там все. Скидка. Мужчины оживились. Мужчины, вы тут лишние. Тут хватает. Мила, а вы откуда приехали в Израиль? Я из Украины. Я тут 34 года. И я почувствовала, что вы уже тут давно. У меня зовут русский язык. Я пытаюсь его наладить, как правильно разговаривать. У меня сейчас повезло, потому что я вот в последнее время работаю с Алимами много. В смысле с Алимами? Они что, массово к вам обращаются? Нет, софнут, все, которые приезжают по программе, все, которые проходят по Тахниту, на Али и так далее. А, программы разные на Али. Программы, я извиняюсь. Мы все проводим программы насчет закона, насчет беременности и так далее, чтобы они знали, куда, зачем, как обращаться. Это круто. И я надеюсь, что мой русский улучшится. Сколько вы уже вот этим бизнесом своим занимаетесь? У меня 6 лет. Мы праздновали в прошлой неделе 6 лет. Ну и что, успешно идет? Я думаю, что это бизнес, который мы учим. Каждый раз что-то новое и новое. Все время, когда есть какая-то корона. Или война, или что-то такое новое. Мы падаем немножко, но мы оптимисты. Ну да, оптимисты. Оптимисты, да. Я знаю, что будет хорошо. Я знаю, что это приятно людям. Не важно, что это приятно людям. Я знаю, что я могу помогать немало людям. Так что я чувствую себя хорошо нам в своем месте. Здорово, удачи вам. Поаплодируйте, кто блогеры сегодня здесь? Кто блогеры? Блогеры. Кто, может быть, кто-то начинает это делать? Кто-то уже идет? Давайте поаплодируем всем. Замечательная дама, которая недавно стала мамой. Ну, еще меньше года назад. Второй раз уже? Я только за первым следил. Замечательная. Арина Аминов, давайте переносим ее к нам. Арина, привет! Кромче, кромче, кромче! Олечка, выбирай место, можно вот сюда вот. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Автор YouTube и Telegram-канала «Израиль как он есть». Я думаю, многие смотрели. Ну, я, как минимум, человек, который собирался в Израиль. Я находил информацию везде, в YouTube и прочее. Смотрел видео его полезное. Поэтому давайте поаплодируем. Сегодня он с нами. Виталий Войтышин, ваше аплодистое. Виталий, пойдем к нам. Привет, привет. Привет, привет. Присаживайся, выбирай себе местечко. Следующий наш гость – это самый, скорее всего, известный мчитель ивритов Израиля. Все вот так вот надо, вот так сделать. Вот так все. Чуть-чуть вот так вот. Ну, вы поняли уже. Основатель онлайн-школы иврит Тимур. Тимур. Милькрам, давайте вам поаплодируем. Милькро, пойдем к нам. Тимур, привет! Еще, 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 еще. Давайте, давай, Тимур, привет. Привет, вот видите, микрофон сзади тебя. Милькрофон 7 октября. Я работала с проблематичными подростками на протяжении 12 лет. Последняя моя должность была директором молодежного центра в городе Кулоне. После этого я вышла в декрет. И, соответственно, произошло, что произошло. Черная сухота 7 октября. И мой блог резко изменился. После того, как я поняла, что на нас идет просто нереальный хейт. А кажется, как будто я один в поле воин, да, и никого рядом со мной. Соответственно, я начала вести, так скажем, какую-то минимальную, такую разъяснительную работу. После чего я начала просто биться во все, так скажем, двери. И говорить, ребят, нас, как бы, ну, должно быть больше, чтобы мы действительно могли на что-либо повлиять. Или хотя бы, так скажем, отстоять как можно права израильно. На тот момент я обратилась к Максиму Бобитскому. Он бывший заместитель меры города Решет Лициона. И у нас появилась идея создать штаб. Штаб блогеров. Блогеры, которые, да, занимаются разъяснительной работой. И которые будут, соответственно, единомышленники, смогут поддержать эту идею. И мы вместе сможем заниматься вот такой вот деятельностью. Очень круто, что у вас есть интерес, желание к таким мероприятиям. Это классно. Классно, что есть организаторы. И классно, что есть такая возможность встречаться, знакомиться, общаться. В общем, вы крутые. И круто весь этот вечер. Да. Перешли к творчеству. Я пытаюсь смотреть, но я пока не видела. Красиво. Марина художник. Откуда вы приехали, Марина? Я из Красноярска. Уже два года в Израиле. Два года в Израиле? И этот бизнес привезли с собой? Да. И сразу с него тут и начали? Или еще какая-то работа дополнительная есть? Я проводила мастер-классы по живописи для детей и взрослых. А. Вот акрил акварель. Сейчас я больше участвую в ярмарках. Мы станем с рестораном. И я пойду тогда туда. И рисую для выставки. Ну, красиво. Это все работы исключительно ваши. То есть, все это вы? Нет, мы еще вот здесь на фоне. А, коллега. Привет. Как вас зовут? Шерель. Шерель. Имя какое красивое. А вы откуда? Из Москвы. И вы тоже приехали два года назад? Один. Один? Мы познакомились с компанией. Мы познакомились с компанией. Мы познакомились с компанией. Да, совместного, да, когда люди... То, что стили разные, но все равно идут как интересно вместе. Ухожие. Ага, я пытаюсь смотреть и понять, вы говорите, стили разные, а я смотрю, и вроде так более-менее одинаково. Ну, здесь получается вот эта работа Шерель. Ага. Здесь стимпанк, маркеры, и больше акварельная архитектура, масло. А большие картины вы рисуете? Да, но они пока еще в России остались, и, конечно, не привезли. А, а тут? Уже начали. Так, я посмотрела. Где вы? А, вот, два контакта, да. Ищите в Инстаграм и подписывайтесь. Такая еще красота здесь есть. Сумочки ручной работы. Ага. Хотела сказать, кто делает, но не тут-то было. Имя. Как вас зовут? Аня зовут. А вы откуда приехали, Аня? Из Украины. А давно? Уже пятый год. А, пятый год. А откуда именно? Из Одессы. Из Одессы. Одесса, привет. И это у вас бизнес еще был в Украине? Нет, он начался уже здесь. Устала по украине. А как вообще идея пришла вот такое что-то делать? Из чего это вообще? Это бисер? Это акриловые бусы. Это чешский бисер. Чешский бисер. Есть такие же искусственные бусы, но он не такой прочный. Там один удар, и они могут разбиться. Это намного прочнее. Долго носится. А куда с такой сумкой можно пойти? Куда хотите. Я вот с такой, например, хочу. О, а я даже, да, не посмотрю. Класс. Главная карточка, например, ракта, произносила, и я пошла себе на улицу. Проветривается. Пыль не заседает. Очень удобно. Испачкается. Я ее под водой промыла, и все. Класс. Интересно, да. Вот это что-то очень новое. Я такого не видела еще ни разу. Ну, я и не по выставкам, конечно, часто не хожу. А вот это ваш инстаграм. Да. Инстаграм и номер телефона. А вы где живете, Аня? Я в Кириат Хаиме. Ну, здесь, говорю, много и скроет, и хайфу, как матрасы. Видите? Блогеры по матрасам тоже здесь. А тут уже сладости пошли. Смотрите, это Моти. Стыдно признаться, но я его ни разу еще не пробовала. Но сейчас это модная сладость. Какая-то японская Елена. Японская. Елена, откуда вы приехали в Израиль? Я пришла из России. Откуда? Здравствуйте, из Чебокса. А сколько лет назад? Дет лет почти. Ну, тоже еще свежий достаточно репатриант. А таким вот бизнесом вы давно занимаетесь? Году. Два года занимается Елена. А что еще вы делаете? А вот ищите Елену в инстаграм, да, и увидите, что она делает. Тортики и все, что добавляет нам калории. От ее видео весь мир уверен, что здесь не можно жить. Я лично так не считаю. Елена, это просто у нас сегодня в гостях ваши овации. Следующий наш гость. Казалось бы, он ответил на все вопросы. Абсолютно на все вопросы. Но все равно сегодня пришел, потому что хочется ответить лично на все. Замечательный, шикарный Кирилл Грин, владелец самого сильного гостного хайдера. Абсолютно. Меня зовут Денис. Денис Бул. Я тоже как-то здесь в Израиле живу-выживаю. Переехал полтора года назад и решил, что нужно что-то делать здесь. Как-то проявляться. Сначала я делал мое видео смешное, которое расследелись, неплохо собирали. Сейчас я уже снимаю рилсы. Мы уходим потихонечку в контент. Так сказать, мы делаем и для бизнеса, и для людей какие-то платные ролики. И также я делаю вечеринки, которые называются Крис Хуиз. Я думаю, что многие почему-то мне говорят, что они видели видео, но не понимают, что это нахрен такое. Это вечеринка в формате квиза, где вы отвечаете не на интеллектуальные вопросы, а на пошлые, смешные, матерные вопросы. Это финиш моей нервной системы. Теперь, да, я их нарожала для хайпа. Теперь я монетизирую. Потому что мои дети действительно приносят мне хороший доход. За счет, благодаря детей, как бы, и моей мамской жизни я научилась монетизировать свой блог. У меня его создала с нуля. Причем я создала свой первый блог. Уже в Израиле-то создала? Да, у меня было двое детей, и я приехала в Израиль, родила второго ребенка. Ему было года два, наверное, и я поняла, что... Я сделала декрет, и поняла, что нужно что-то придумать, потому что... На третий вообще речи не было. Было два, было все хорошо, все нормально. Устаканиваешь вроде все. На самом деле, да, у меня прекрасно справлялась. Я была идеальная мать, вот эта, которая все успевает. Утром вставала, булочки свежие, там, все прекрасно. Это так было. И я решила, что нужно с кем-то общаться. Потому что в Израиле нам всем нужны друзья, подруги, единомышленники, с кем мы можем шутить, общаться на какие-то темы. И я начала делать свой блог. Но мой блог, я не знала, о чем вообще говорить. То есть, о чем писать, какая это тема. Я очень долго себя искала. Рассказывала про жизнь в Израиле. Но это как-то... Все начинают с этого. Да, реально. Я тебя не отвлекала, потому что реально ты заходишь, и у тебя одно, блин, одно и то же. Вот эти все праздники, это все чудесно и хорошо. Ну все обсасывали одно и то же. Я думаю, нет, надо сделать что-то уникальное. Я должна быть супер-классная. Я потом делала развивашки детские. Ты что, двое детей? Зря они. Не будем пропадать, да? Забирайте пазлы, я сказала. Будем вырезать. Руки в кровь, будем вырезать. Но это же... Я больше могу релать. Пистолетом с пистолетом портить свои дети. Давайте будем вырезать. Оно, кстати, начало набирать. Тогда еще рилсов особо не было. Тогда были только посты, либо просто видео. Они набирали, там было у меня тысячу просмотров. Три тысячи проявлений, стимкасты. Вообще круто. Потом эта тема не зашла. Я начала рассказывать про бизнес на Амазон. Потому что я не знала Амазон. Ну как вы понимаете? Я когда увидел, первый раз когда увидел, я думаю, в хайфе бывает такое, вау, в Израиле. Это очень круто. Я уверен, что просто попадалось, поэтому аплодисменты. Это все нельзя делать. Вот, ну и веду я свой личный блог. В целом, где-то два чуть-чуть пункта я веду личный блог в Израиле. Потому что я делал русский блог. Мы переехали в Израиле, и я создала новую. Еще что-то очень интересное под названием Прима. Правильно я читаю? Прима натуральс. Это важная добавка. Что это? Важная? Натуральс – это важная добавка. А вот и хозяйка этого всего. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна Кузьменко. И я произвожу натуральное мыло с эфирными маслами, без химии. Вау. А также твердые шампуни, тоже с эфирными маслами. Нормально. У меня можно купить само по себе эфирное масло. И много всяких наборов из моей продукции в красивых подарочных упаковках. Это прекрасно подходит на подарки. А как называется человек, который вот это все варит? Он называется Татьяна Кузьменко. Вообще это называется мыловар. Мыловар? Просто я хотела сказать, кашовар вроде не подойдет. Мыловар. Здорово. А вы сколько лет в Израиле? Шесть. Извините, почему сказала шесть, не знаю. Наверное, потому что цифра беременда, девять. А откуда вы? Из Украины. Откуда? Удачи землякам. А вот важная для блогеров техника. Очень важно. И да, вот можно со вторых рук купить у? У Даниэля. Даниэль? Нет. А у вас тоже есть страничка в Инстаграм? Есть страничка. А почему здесь нету? Потому что она сейчас в процессе. Понятно. В общем, видите, сколько разной техники, в которой я ничего не понимаю, потому что снимаю на телефон. Но те, кто снимают влоги и не только ведут каналы или странички в Инстаграм, для них это может быть очень даже надо. И собачка пришла. А вот это называется Камстар. Это ваш баннер. Так вот, там есть. Да, Камстар. Да, и номер телефона тоже. Да, нет, ты что, я обожаю, я обожаю вообще. Каждый раз просыпаюсь, говорю, господи, спасибо большое, это лучшая работа в моей жизни, которая вообще могла быть. Я очень люблю. Особенно иногда бывает просто вот утром встаешь и прям в сторис и тут, и девочки тебе пишут, и такая обратная связь, и ты прям оооо, думаешь, ни хрена себе, вот это я. И они тебе, я спасибо, и я им тоже спасибо, и люблю тебя. И это прям залежает. Это вот прям взаимообмен эмоциями. Это очень здорово. Поэтому энтузиазм он приступит в любом случае. Как Илань Талких найти нового мужа? Как Илань Талких заработать 50 тысяч шек или 50? У меня есть прекрасная... У меня есть прекрасная идея. Я создам отдельный инстаграм, где я буду отвечать на вопросы только Иланы. Вика? Да. Посмотрите, вот изделие Вики. Вика год в Израиле. Год, ребята. И она уже вот занимается тоже своим любимым делом, не забросила. Наверное, в стране исхода тоже этим занимались, да? Да, я 8 лет уже живу игрушком и делаю игрушки по фото. То есть это как бы не по фото, но основное направление я делаю по фотографиям людей. Класс. И вот ее инстаграм. Живет Вика в Хайфе. Так что, кто любит, подписывайтесь, получайте кексики. Там пока я в ходу... Я вижу. Класс. А, еще сайты? Да. Там тоже есть инстаграмы и инстаграмы и все. Куча всего. Удачи вам, Вика. Спасибо. Аплодисменты. Мы начинаем открытый микрофон. Эй! Воу! Я была для Ножи Руль, и я фотограф. Я семейный фотограф. И очень люблю фотографировать именно живые эмоции семьи, пары, лавстори и маленьких деток. Это моя любовь. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Мила. И я хочу рассказать про свою деятельность. У меня есть мое детище, моя студия маникюра, которая... Студия маникюра и педикюра, которая находится в Нижнем городе. Очень мне это занятие понравилось, очень я это все полюбила. Но, несмотря на это, я считаю, и моя политика такая, что ногти – это просто дополнительный приятный бонус к твоему внешнему виду, к твоей харизме. Это не самое главное в жизни. Но прийти на процедуру, прийти на маникюр, на педикюр, поболтать, пообщаться, сделать приятное для себя – это просто приятно, классно. И я думаю, что каждая девушка и молодой человек тоже будут приятно удивлены моей атмосфере, моей, как сказать, приятной подачи. И, в общем, я вложила в свою студию очень много тепла, любви, души. И очень буду рада всех видеть у себя в гостях. Нахожусь на Деррах от Малу-43, в Нижнем городе. Мой инстаграмм – Milla Sugar Nails. А у тебя минута, держи микрофон, поехали. Всем привет, меня зовут Лекила. Я тоже фотограф, в основном тоже семейный. Единственное, что я не новичок, я в стране уже достаточно давно. И за счет того, что я давно в стране, я знаю много мест, куда его увезти и фотографировать. В основном я фотографирую… Ты привезешь об этом? Я подумаю. На ваших планетах. Собственно, в основном я фотографирую семьи и людей, поэтому я очень люблю людей фотографировать и для их, и с Аким, и для бизнеса, чтобы это больше отражало человека в бизнесе, чтобы ваши клиенты шли к вам, а не к какому-то образу успешного человека. Эмили, замечательная Эмили. Когда? Мы уже знакомы, уже просто… Эмили, расскажи о себе. Поехали. Здравствуйте, меня зовут Эмили. И у меня, в принципе, самая старая клиника в Хайфе. Ей мне 20 лет. Это массажная клиника. Там около 40 разных наименований массажей. Я фанат прикосновений. У меня магия прикосновений. Я ездила в Меру и собирала разные техники, которые вызывают разные эмоции. Кроме того, недавно появился в клинике Провило. Если вы знаете, вы можете все посмотреть в Ютубе, что такое Провило. Это такой херопрактический аппарат, который помогает встать ему звонок. И вместо того, чтобы вам крутил кто-то, кто вообще вас не чувствует, я делаю так, чтобы вы чувствуете свое тело, и у вас все становится на местах. Есть там сауна. Там есть очень много всего интересного. Там проходят разные мастер-классы. Все связано с прикосновением и тантра. Я уже говорила, меня зовут Маша. Я project manager. Я, на самом деле, перешла в онлайн не так давно. Я три года работала в компании Teva. Это большая фарм-компания. Вы все знаете, о кого он наш любимый. Сейчас я работала на дата-аналитиком. Сейчас я перешла работать project manager в онлайн образовании. То есть даже я сейчас открыта к новым проектам. Если вам нужен сильный управленец в команду, кто свяжет все ваши отделы, отдел продаж, маркетинг. Есть в IT, но я сейчас работаю именно в онлайн школах, на запусках. То есть вот эти все воронки, автоворонки, охваты, таргеты. Вот, скажи, что-нибудь на project manager. Это вот я. Здравствуйте. Меня зовут Денис Саев. Я в Израиле создал систему, которая позволяет осуществлять качественный клининг мебели, и кондиционеров, машин, ковров. То есть текстиль кожи. Моя команда на сегодняшний день осуществляет этот сервис, начиная от Нарии и до Баршевы. То есть мы едем в любые уголки, мы помогаем людям. Люди очень довольны, потому что идет качественное общение, идет качественный сервис. Я в доточной в плане чистоты, поэтому все мои работники не страдают от того, что я их перепроверяю потом. Найти очень легко в инстаграме «Clean Man», нижнее подчеркнение «Clean Hawk». Это я. Спасибо. Я графический дизайнер. И графическим дизайнером я работала в Москве, я работала в театрах, в театре «Современник» и в театре «Кукла Образцова». Очень веселая у меня была работа, интересная, творческая. Но когда я приехала в Израиль, так получилось, что мне нужно было таскать, ну, нужно было квартиру обставлять. И тогда появилось мое первое детище, это, оно называется «Карта Сокрович». Оно находится в Телеграм. Это такая группа, где люди фотографируют находки на улицах города. Это могут быть диваны, это могут быть шмотки, это может быть все, что угодно. А потом другие люди приходят по геометкам и забирают это к себе домой. Конечно, это чаще всего нужно очистить, но очень часто бывает, выкидывают новую мебель, но очень репатрианты этому радуются. И вторая моя деточка, называется «Учу друзей», также в Телеграме. Это группа, которая должна объединить людей по интересу. Таким образом, в Инстаграме под ником «Салфимова» вы можете со мной посмеяться над какими-то проблемами, с которыми сталкиваются репатрианты. В карте «Сокрович» вы можете найти себе новую мебель или что-то еще там через «Отдам», «Продам» и так далее. То есть, это не только находки с улиц, там есть старожилы, которые отдают и продают вещи и куча другой полезной информации. А вы еще друзей, вы можете найти друзей. Все. У меня очень-очень интересная профессия, вы пользуетесь ею примерно раз в год. Я риелтор. Я могу найти вам квартиру в любом месте Хайфы, могу найти вам и на Карвейле, могу найти вам и в Краютах. Квартира будет красивая, как персик, самая сладкая. Инстаграм у меня «Саша Хомхантер». Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот. А я нашла вам риелтором Хайфе. Спасибо, браво. Квартирный вопрос – это всегда сложно. Очень приятно. Меня зовут Кей. Я не знаю русский. Он не знает русский. Спасибо, что приводите. Мы адвокат. Мы адвокат. И я хотела говорить в английском, но у меня есть транслятор с нами, с Анитой Берн, привет. Да. Я родин, как сказали. Метансый, в основном в дни работе. Он говорит, что я вижу очень, очень мягкое, и мягкое здесь. И, по сути, он занимается в студию, он объем. И я хотела сказать, и всем всем, и всем, 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 спасибо. Я спитам здесь много, 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 Мы хотим поблагодарить всех, потому что у нас очень много людей, которые очень хороши, и он познакомился с этим. А я не могу на шкаф, они пишут, что они удают ли курхэм, а они не улы. Спасибо. Браво да. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. А теперь впечатления. В первую очередь хочется сказать большое спасибо организаторам. Они на самом деле организовали прекрасный вечер, подобрали интересных гостей и прекрасного ведущего, который очень хорошо держал вечер. А это, поверьте, очень важно. Мероприятие проходило с 6 вечера до начала 12 ночи. И да-да, люди не хотели расходиться, потому что было интересно, было весело, было по-домашнему, уютно. И, конечно же, те, кто живут далеко или кто приехал на ЖД-дороги, вынуждены были уехать пораньше, потому что надо добраться как-то домой. Я же была до конца. А в конце, когда был розыгрыш, а в конце был еще розыгрыш призов от спонсоров мероприятия, я даже выиграла набор здорового питания на два дня. И это мега приятно. О людях, которые были на мероприятии. Молодые, интересные, творческие, креативные, перспективные. Я рада, что молодежь переезжает в Израиль, меняет Израиль. Вы скажете, почему на русском языке понаехали тут, и в ритме учат всему свое время. Большинство из людей, которые были на мероприятии, прекрасно знают и говорят на иврите. Просто мы ведем свои каналы на русском языке, потому что русский язык в мире более расширенный. На нем говорит очень-очень много людей. И мы можем на этом языке донести информацию до большего количества людей на том языке, который им понятен. И я считаю, что особенно во время войны, очень многие из блогеров, которые были там, они делают огромную работу. Они ведут информационную, объяснительную войну. И это очень-очень важно. Потому что мы знаем, что Израиль в информационном плане проигрывает. Потому что очень мало кто говорит, как все есть на самом деле здесь. Как люди живут во время войны и т.д. и т.п. И те ребята, которые на голом энтузиазме этим занимаются, им можно сказать только спасибо и пожелать удачи. И ни в коем случае не хейтить хотя бы нам, израильтянам. Потому что хейта им так и так им достается. В современном обществе невозможно себе представить жизнь без социальных сетей. А эти соцсети кто-то наполняет контентом. И делают это люди, которым это интересно, которые этим горят, которым это нравится. И да, они имеют полнейшее право зарабатывать на этом. Потому что это много труда. На мероприятии были люди, которые делают развлекательный контент, объяснительный контент, рекламный контент, экспертный контент. И это здорово. Потому что благодаря таким людям вы узнаете о них, вы узнаете о каких-то интересных услугах, о интересных товарах, о интересных людях. Благодаря своему каналу я познакомилась с огромным количеством интересных людей. И если бы у меня не было этого канала, у меня бы не было никакой возможности познакомиться с людьми, которые живут в Америке, в России, в Украине. Если бы я просто сидела тут себе в Пардисхане и не говорила, что я такая есть, что я веду канал, я рассказываю о жизни в Израиле. И это здорово, что мы живем в таком мире, где это возможно и в такое время. По наехавшим пожелаю удачи. Я более чем уверена, что большинство репатриантов, которые переехали в Израиль за последние несколько лет, останутся жить в Израиле. Многие из них сделают в своем деле какую-то карьеру, скорее всего успешную, нарожают детишек, выучат иврит и будут жить счастливой жизнью в нашей прекрасной стране. А на этом буду заканчивать это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и встретимся в следующих видео. Пока-пока.